вы говорите о горьких плодах жизни сейчас на дереве жизни есть горькие плоды как бы мы не закрывали на них глаза и горькие плоды означают что мы с женой недостаточно глубоко занимались вместе самосовершенствованием мы не очищали сердца мы не раскаивались друг другу мы не просили прощения и в результате наши сердца они не способны объединяться в одном мнении сейчас а ребенок уже появился наши сердца не способны объединяться в одном мнении потому что нет вопросов в том как я понимаю жизнь есть вопрос возможности взаимодействовать в понимании эта возможность означает очень глубокие отношения между людьми и когда человек не может взаимодействовать глубоко с близким человеком то тогда начинают включаться маховик кармы и маховик кармы допустим говорит вашему ребенку он будет есть мясо потому что так хочет жена а если ты будешь против тогда ты разрушишь отношения с женой потому что ее привязанность к этой идее сильнее чем связь с тобой и тогда человек молится богу и принимает эту судьбу что его ребенок должен есть мясо сейчас но он не принимает идею что его ребенок должен деградировать он будет все равно молитве очищает своего ребенка и придет время и ребенок начнет жить правильно обязательно это время придет потому что свет всегда рассеивать тьму и зло всегда становится поверженным перед добром это неизбежно но если вы не развили отношения до такой степени со своей женой что вы можете договариваться с ней то тогда вам придется хлебать горький вкус тех плодов которые выросли на дереве вашей семьи неизбежно и вы должны давать возможность дереву расти не рушить ничего то есть если близкий человек не способен принять как правильно вы должны ему простить и дать возможность ему жить как может и как правильно как он может и это означает что он может также будет дарить определенную жизнь своему ребенку а также вашему а вы любовь ставите выше всего вы понимаете что если вы сохраняете отношения с женой и с ребенком то рано или поздно все исправится если вы знаете истину а если вы ее не знаете то вы ее узнаете если вы не будет ничего рушить может быть она права не вы я не знаю точно ситуацию поэтому я как бы есть очевидная ситуация если ребенка заставляют делать греховные вещи то это очевидная вещь что но если заставляют ценой семьи тогда надо выбрать семью и при этом как бы ребенок будет деградировать но если вы будете молиться то будете нейтрализовывать эти поступки всегда